Доброе утро всем! Смотрите, какое море, даже его не видно, что... Как зеркало. Бабушка меня там уже ждет, но времени у меня еще до открытия 15 минут. Так что, Чарли пускай гуляет. Блин, с ним не пойдем. И завтра уже воскресенье. Что бы придумать, что бы такое интересное, увлекательное. Поеду на пляж. Ну, посмотрите, какое море, это же вообще шикардос. Надо опровечарить, как здесь говорят. Ну, это, вернее, мы так говорим. В общем, пользоваться моментом. Ну, пошла я работать. Разогреваю себе овощи с мясом. И яйцо жареное захотелось. Буду, не знаю, хочется иногда яйцо жареное. Сейчас быстренько поем, немножко отдохну. И опять на работу. Мне сегодня клиенты такие говорят. Я говорю, что ты домой ездишь? Здесь бы оставалось. Мне, знаете как. Можно было, конечно, остаться. Но мне вот надоедает быть в одном и том же месте такое количество времени. Мне нужно куда-то съездить, куда-то, вот даже если, хоть на полчаса, как говорится, но домой, чтобы вот разрядить вот эту вот обстановку постоянную, одно и то же, вот работа, это парикмахерская. И там еще на целый день оставаться. Это не для меня. Я лучше приеду хоть на 10 минут, но домой, как говорится, на своем диване полежу. Не знаю. Даже не в этом дело. Я дома тоже очень сильно устаю. Я не могу целый день, допустим, 24 часа, целые сутки просидеть дома, не выходя. Я не могу так. Мне, блин, скучно. Мне надо куда-то рваться. Да? Хорошо, что у меня вот это вот есть такая морда, с которой надо гулять. А так бы, так бы скучно было. Пошла я кушать, у меня уже все разогрелось. Так что всем приятного аппетита. Ну, вот и все. Вот так все это выглядит. Сейчас все соберу. И пойдем. Соберу или больше раскидаю. И пойду с Чарли гулять дома. Рыба, он сегодня целый вечер был занят, закрыт. Он там у меня на террасе, потому что пришли с маленьким ребенком, да. И пришлось закрыть, потому что детки его боятся. Устала, как собака. Ой, время уже около восьми. Сейчас пойду погуляю по пляжу. И потом хочу заехать в Алькампу, наверное. Какое-нибудь яблоко, что ли, купить или что-то. У меня вообще ничего нет. В общем, поехали на море. Вы знаете, работа парикмахера, это не только какой-то физический труд, да. Там что-то на ногах стоишь, или там фен вот этот держишь. Он не из легких. Хотя сейчас есть и легкие фены, и все. Но все равно, если их держать час, другой, третий, то он тебе тоже покажется весомым. Все дело, даже это как бы можно к этому привыкнуть. Но еще и психологическая такая нагрузка. Потому что с людьми-то нужно разговаривать. Они же там не будут каких-то двадцать, полчаса сидеть, просто и молчать. Особенно у нас вот там, ну, на нашей горе, как говорится, деревня. Со всеми нужно поговорить, все нужно обсудить. Вот, что почем и как рассказать, поговорить вообще. Я вот, знаете, когда я заканчивала курсы и знала, что буду открывать парикмахерскую, я вот этого больше всего боялась, что о чем я буду с людьми разговаривать. Причем даже нас учили. Ну, не то, что учили, давали, скажем так, учительница давала, как это сказать, передавала нам свой опыт и говорила, чтобы клиенты не особо засматривались, как вы там ее укладываете или как там ее красите. Потому что все же сейчас умные, все же в интернете, и все начнут находить ваши изъяны или что-то им не нравится. И чтобы они были всегда заняты, нужно с ними разговаривать. Потому что вообще, когда разговариваешь, то обычно смотришь на людей, правильно? Вот, я это запомнила, и я больше всего боялась. Думаю, о чем я буду разговаривать? Совершенно незнакомыми мне людьми. Потому что раньше сразу-то они мне совершенно незнакомыми были. Сейчас я уже всех знаю, у кого что и кто и как, и сколько детей, и кто когда родился. А сразу-то я нифига не знала. Вот. И вот ничего, привыкла, как говорится. Главное, испанцы очень любят поговорить о еде. Первый вопрос, когда не знаешь, о чем поговорить, просто спросить, а что вы сегодня будете кушать? Ну и понеслось. Рецепты, что будут кушать, и в том числе и рецепты. Кстати, народу сегодня так на пляже много все купаются. Я завтра предложила мужу куда-нибудь съездить, но вы знаете, я думаю, что куда я поеду, так это на пляж. Потому что смотрите, сколько людей. Шикардос. Там у меня, наверное, родственники, вон там они сидят. Потому что я видела в инстаграме, что они на пляже. Может быть, к ним подойду. И вот, когда, вот после сегодняшнего дня, вторник, среда, четверг, вот они такие дни, знаете, легкие, скажем так, не так много народу. И все быстренько проходит. Но когда вот пятница, субботу, настолько наговорюсь с людьми, что мне потом в конце неохота вообще не то, что разговаривать, а видеть никого неохота. Поэтому я вот сейчас иду, и вот такая выжатая, как лимон, я уже последнюю укладывала. Ну, она хорошая клиентка моя, такая простая женщина, она чуть постарше меня, но такая простая, в общем. Ей там и ухо подожгла, и пенки в ухо запихала. Я ей, мы смеемся, я ей говорю, ты сегодня уйдешь без уха. Вот. Ну, и, то есть, мне с ней легко было там о чем-то разговаривать. Но уже сил поговорить с кем-то. Вот я сейчас приду домой, и все, тупо врублю какой-нибудь телик или что-то, и буду молчать. Еще у меня голова разболелась. В общем, парикмахерское дело, это не только стоять на ногах, это еще и развлекать людей. Выслушивать, у кого что болит, какой доктор им что не прописал. В общем, все в этом роде. И к концу вечера голова вот такая вот. Хорошо, что я, знаете, не обращаю на все это внимания, не оставляю внутри там, знаете, какие-то проблемы, какие-то что-то у кого-то. Все забываю нафиг. Ну, а зачем мне правильно не нужна эта информация? Совершенно не нужна. Поэтому. Смотрите, какой шикардос. Обычный летний день. Все, завтра сказали, что будет такой же. Да, причем время около восьми. Немножечку запоняли. Солнце сейчас буквально через полчаса уже спрячется. И вода, походу, теплая. Вот я только думаю, мне с утра ехать на пляж, с Чарли погулять и заодно там искупаться или что. Или после обеда. Нужно узнать планы, потому что у нас одна племянница приехала из островов, с Тонерифы. Надо с ней тоже, наверное, встретиться. И куда-то хотела в горы поехать, но в горы ехать просто очень тепло. Я выбираю пляж. А у вас какая погода? У нас сегодня затридцатник точно. И ни ветра нет, ничего. У меня вся спина мокрая. Я еще в штанах, но они хоть и льняные, но попа мокрые. Vamos a la playa. Ладно, я ускоряю ход и поеду в Алькампу. Что-то хочется покушать. Яблоко, наверное, куплю. Что-то арбуза уже не хочется. Поларбуза лежит в холодильнике. Что-то мы его не едим. Придется, наверное, выбросить. Обожрались, наверное, уже арбуза. Может быть, что-нибудь новенькое есть. Манго еще не поспела. Я манго по ночам не ем. Мне кажется, оно более калорийное, потому что такое сладкое. Поэтому я его стараюсь не есть по ночам. Не то, что не стараюсь, ни разу его не ела по ночам. Он уже покакал, поэтому иду спокойно. Субтитры создавал DimaTorzok 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 кило тоже дороговато виноградик он были виноградик тоже там много сахара от него прет меня прет меня прет но зато попробовать можно не очень не очень чтобы счета взять даже не знаю там рыбка у нас яблоки хотела какие-нибудь чуть нету нормальных яблок что-то мне некий не хочется яблоки вот так вкусно пахнет от кого-то прям балдеж ну что-то вот эти пахнут возьму вот эти а так это же фуджи мои любимые яблоки кстати в продолжение аналогов русских продуктов в испанских магазинах я забыла вам сказать что вот здесь есть квашеная капуста кстати она так и называется очень вкусная кстати я беру ее вон разновидности а он целые вилки видите но сейчас мне не хочется ее 279 вот такая банка так что кому надо покупайте после работы всех за покупками едут пробка небольшая в общем набрала чуна чу не надо там представляете все по евро есть такой у нас иногда валькампом бывает период и там все по евро продают уже не бывает потому что рот думаешь а еврик наберешь всякой херни которые надо и не надо в общем набрала но немного конечно ну кое-что хопануло но не удалось взять и этот как его называется грейпфрут оказывается его взвешивать надо было всегда было по штучно сейчас вдруг взвешивать надо в общем видно не судьба мне пока по грейпфруту у меня там полиция едет прям сзади а я вас тут снимаю пипец отключаюсь в общем чё я там купила то ну вот эти вот вы знаете видите ли мандарины по 2 19 у нас килограмм для комаров обязательно комары жрут активе питьевую сейчас выпью 4 часа может не в холодильнике быть спаржу взяла вот по еврику спаржи взяла две банки обожаю ее просто вот открыл и съел бульон для паэли буду делать на днях собираюсь это вот такая намазка типа знаете похоже очень на шоколадное но это шоколадный сырок сыр на хлеб мазать на шоколадное масло похоже вот такие вот юпе это радостный вкус но это не юпе это что-то продается для для спортсменов поэтому мне кажется не такое но видите батарейка написано заряжает не такое уж оно и вредное ну хотя конечно же вредно сыр тертый всегда должен быть для чего-нибудь это вот для воды вонючку вот такую взяла палочки зеленый яблоко обожаю этот запах ананасик наверное уже завтра разрежу потому что ужинать буду активе и два полотенца хапанула они были со скидками я люблю яркие цвета поэтому я не люблю полотенце беженых тонов там белых мне должно быть радостно цвета должны быть яркие если это розовый еще лучше вот поэтому взяла вот они стоили 250 за два взяла а это 100 было 4 евро тоже за два так а кто у нас производитель полотенце вот тоже на нас же написано алькам по в общем не знак производитель стопроцентный катон кто же производитель вообще вот обычно с португалии все эти полотенца идут вспомню быструю сушку чтобы что вы что вы в общем стирать наверное я ее буду с этими с цветными мандрид не знаю очень откуда бы то ни было в общем вот такие покупочки а еще еще и этот взяла воду мы пьем из вот таких вот фильтры покупаю вот эти вот не фильтра этот графин с фильтром и вот такой воду мы пьем но вы уже надо заменить вот этот стоит пустой как всегда потому что муж выпивает воду а налить нет нет такого у нас привычки чтобы налить чтобы что-то бросить и подобрать нет не знаю вот сейчас пришла свет везде включен телевизор работает отправила ему смс-ку кто у нас дома для кого все это вот зажжено для кого сейчас будем ждать ответа прям вот бесит как малые дети ей богу а потом воды нету налей и будет правильно говорю правильно говорю я злая у меня башка болит устала на улице ночь пойду я лягу и буду в ютубе зажигать смотреть что-нибудь а перед этим тяпну какую-нибудь таблеточку обезболивающую еще красоту надо смывать не могу спать с красотой наведенный а раньше спала а сейчас нет а завтра все таки наверное на пляж поеду так что оставайтесь со мной и встретимся с вами на пляже всем пока